Это один из четырех земных уделов Пресвятой Богородицы. Когда апостолы отправлялись проповедовать Евангелие во все концы земли, жеребий проповедовать здесь, в Иверии, пал самой Пресвятой Деве Марии. Но ее миссию исполнила другая – святая равнопостольная Нина. Она родилась в Кападокии и, по преданию, была двоюродной сестрой великомученика Георгия. В детстве Нина услышала, что в Грузии хранится хитон Господень, и с той поры желала поклониться Ему. Однажды ей явилась сама Божья Матерь и благословила отправиться в путь. Грузинский крест – такой непривычной для нас формы. Но объясняется это просто. Святая Нина взяла две ветви виноградной лозы, перевязала их прядью своих волос, и пошла на проповедь. В то время здесь уже были небольшие общины первых христиан. Но именно проповедь святой Нины всего за 14 лет сделала Грузию христианской. В поисках хитона Христа святая Нина пришла в Амцхету и поселилась здесь, вот на этом месте. И жила вот прям под таким кустом ежевики, на сырой земле спала. Но к ней приходило очень много людей, прося ее молитв и исцелений. Однажды к ней пришла сама царица Нана. Помолившись, Нина исцелила царицу и отказалась от богатых подарков. Пораженная Нана обо всем рассказала мужу. Царь Мириан отмахнулся от этого чуда. Но когда еще несколько придворных поведали ему о новых исцелениях, государь-идолопоклонник рассверепел и собрался расправиться с Ниной и с ее верой. В это время он решил казнить всех христиан и не замедлил Бог. И он ослеп в этот день, 2 августа. Он помолился перед своими идолами. Никакой пользы. Он вынужден был против своей воли, чтобы помолиться перед Богом Ниной. Предание рассказывает, что прозрев, Мириан крестился вместе с семьей, со всем царским двором и народом. А первую деревянную церковь поставили на том месте, где под спудом покоился хитон Господин. На этом месте вырос кипарис. Из него сделали столб, который стал одним из столпов деревянной церкви, построенной в Мцхете. Этот столб не могли сдвинуть с места. А святая Нина и 12 ее учеников целую ночь молились у этого дерева. А под утро столб поднялся вверх и стал мироточивым. День, когда произошло это чудо, стал одним из главных праздников грузинской церкви. В первую среду после Троицы Грузия отмечает другое значительное событие – явление креста. Это престольный праздник в монастыре Джвари. Эта древняя обитель стоит на том месте, куда святая Нина принесла один из трех первых поклонных крестов в Грузии. Внутри скала, на котором святая Нина воздвигла крест. А вот на сегодняшний день, вот в среду после праздника, вот с небес, небесный крест осветил крест святой Нины. И это все произошло на этом месте. Отец Василийович, а откуда известно, что крест святой Нины был такого размера? Слава Богу, что из этих трех крест сохранены два креста. Один из этих крестов сейчас находится в Сеонском соборе Тбилиси, а другой – в Амцхете, на том же самом месте, где был освящен 1700 лет назад. Вот это тот самый крест, который святая Нина воздвигла на святой горе Джвари в честь утверждения христианства в Грузии. Свети Цховели – животворящий столб. Здесь, под спудом, хранится одна из величайших святынь христианского мира – хитон Господень. И именно на этом месте святая равнопостольная Нина построила первый грузинский храм. Незадолго до своей кончины святая Нина отправилась в местечко Бодби, где и осталась навсегда. Еще при жизни святой Нины на это место указала ей звезда. И когда святой царь Мириан после обращения захотел ее перезахоронить, ее останки перенести в Свети Цховели, 200 человек не смогли сдвинуть с места ее лужи. Так что это было понято, как Божья воля, чтобы она была именно на этом месте похоронена. Это одно из главных мест паломничества в Грузии.